Всем привет! Я инструктор лавровки и сегодня мы научимся параллельствовать. Начнем с упражнения, которые понадобятся для любых слайдов. Ставим ноги на ширине плеч, садимся ниже, переносим вес на левую ногу, а правую ногу выпихиваем пяткой. Теперь переносим вес на эту правую ногу, а эту левую подтягиваем. Самое главное, это ногу подтягивать. Не поднимать и переносить, а подтягивать. Что это упражнение дает вообще? Это упражнение нас учит, как нужно слайдить, как нужно выпихивать слайд, как нужно переносить вес и вообще учит даже для мэджика, как нужно ногу подтягивать. Ну и в принципе это очень классное упражнение, чтобы понимать вообще, что такое слайд. И при этом его можно делать на асфальте? Это можно делать на любом покрытии. Это лично, я считаю, это база просто самая основная, и это нужно научиться перед обучением слайдов. Самое главное делать это обе стороны. Вот мы садимся низко, вес на левую ногу, правую выпихаем. Как вы можете заметить, он сильно наклоняет ногу, под острым углом проводит ее, чтобы слайд получился. Иначе у вас просто стопорится колесо и так подпрыгивает, если на асфальте. Сейчас Ольга нам покажет, как это делают новички. Попробуй вес на левую ногу. Вес на левую ногу. Ну и на ширине плечи. Попробуй. Я стою уже на левой ноге. Ниже на ней. Вот так. А теперь подводи вторую ногу. Именно подводи. Подтягивай. Подтягивай, да. Вот так, да. А теперь в другую сторону. Вытолкни ее. Вытолкни. Не давай нагрузку на нее. Просто. Да. Не сильно дави. Пяткой толкай просто в бок. И подтягивай. Ой, вообще молодец. Он сейчас согнут ноги так, да, сначала? Да, да, да. Тебе так просто удобнее будет. Согнули. Я здесь. Вы сразу закачиваете мышцы, потому что не слабые у всех. Многие не держатся так, если долго стоять. То есть на одной ноге вес долго так не поддерживаешь. Вот так. Поэтому сразу все прокачивается. Отличное упражнение. Второе упражнение. Это подводящее упражнение уже непосредственно для параллела. Здесь мы должны перебежка как максимально разогнаться, а дальше резко повернуть в центр круга. Я сейчас покажу, как это делается. Перебежка. Поворот. Слайд. И так повторяем. В одной и в другую сторону. Я расскажу секрет. Во время поворота толкаете пятки. Когда вы уже стабильно едете в повороте, ноги поставили и стабильно поворачиваете. Ноги у вас не движутся уже, не делают перебежку. Вы этот момент прочувствовали и просто выталкиваете пятки. При этом старайтесь ноги еще больше наклонить. Сейчас Алексей расскажет. Из-за центробежной силы, если вы легенько будете выпихивать пятки, то вы начнете скользить. Это дает базовое понимание слайда, потому что многие не могут даже в него зайти. А это именно дает то, что нужно. Да. А теперь непосредственно к параллелю. Параллель делается так. Тут надо выбрать сторону, в которую мы будем слайдить. Проще всего это сделать с помощью перебежки. Если вам проще делать перебежку влево, значит на параллели нужно поворачивать влево. Если вправо, то соответственно вправо. И теперь так. На параллели, когда едем, я сейчас буду делать слайд влево. То есть буду поворачиваться влево. Правую ногу выставляю немного вперед, лево немного сзади. Корпус уже я должен развернуть при подъезде. Я приседаю. И в момент, когда я стою на ногах, я должен выпихивать еще пятки. Вперед. И при этом наклонять корпус назад. Да. Назад в левый бок. Получится из-за того, что я выпихиваю ноги вперед, у меня тело останется в месте. Оно получится немного наклонено. Будет вот так. По диагонали еще больше. Да. Будет я еду в приседе. Корпус главное развернуть. Это очень важно. И выпихиваю пятки. Главное сделать разгрузку. Это именно маленькое вот это движение, когда вы встаете. При встаете. При этом лучше присаживаться гораздо ниже, чем вы это обычно делаете. Потому что обычно все чувствуют, что я присел. Но нет, вы не присели. У вас ноги почти прямые. И самое главное, это приседать в ногах, а не наклонять корпус. Многие делают ошибку и просто наклоняют корпус. Из-за того, что они как бы видят, что они как бы ниже, они думают, что они присели. Самое главное, это делать именно присед. И во время слайда тоже нельзя наклонять корпус вперед. Да. Он должен быть наклонен. Вы просто наклоняете. Бегонько. В сторону противоположную слайду. Но не вперед. Не заваливайте его сюда. Кстати, давай покажем еще позицию. Сейчас я покажу примерную позицию, как должны быть ноги ликтированы во время слайда. Значит, самое важное. Вот эта нога, которая вот передняя у меня будет во время слайда, она должна быть впереди корпуса. Вот эта вторая нога, которая уже у меня внутренняя, то она должна быть на корпусу. К корпусу немного должен быть в пол. Получается, и вот эта нога, она почти прямая, а эта нога более сонная. В этом весь секрет. Да. Вы так контролируете слайд. Да. Самое главное еще, ноги немного широко. Если они будут слишком узко, тогда ваш вес будет на внутренней ноге, и вы выскользнете, и будет что-то похожее. Лучше средняя. Да. Нужно тоже... Средняя при этом балансировать во время слайда, то есть вы можете ширину менять. Ольга уже соскучилась, удиви ее, сделай слайд. Как мы видим, Алексей выстрелил ноги, просто выстрелил пятки. За счет этого и получился слайд. Мягкий заход не помогает, лучше выстреливать. Да, нужно резко кинуть пятки вперед, и тогда будет слайд. Но перед этим, конечно же, вы должны стереть пленку на колесах, потому что глянец не сопутствует скольжению, да. Подписываемся на страничку Алексея в инстаграме, на наш канал в ютубе, на нашу страничку в фейсбуке, заходим на сайт, потому что он крутой, там легче все находить. На сайт. На сайт.